Сегодня стартовала масленичная неделя. Традиции, присущие седмицы, любимые детьми и взрослыми, уходят корнями в языческие времена древних славян. Как отметят масленицу в эти выходные в Сургуте, рассказали журналистам в администрации города. В час дня воскресенья стартует праздник в городском парке культуры и отдыха на набережном. Там делают упор на чай из тульского самовара, блины и фольклор. У сургутского музыкально-драматического театра ростовые куклы создадут для детей сказку. А любители спортивных игр ждут у городского культурного центра на строители с 11 утра. Здесь также можно будет получить призы, как это было много лет тому назад. Если в древности кунаться, то на некоторых стрельбищах, которые были, ну здесь стрельбищ как таковых не будет, здесь нужно куда-то что-то попасть, мечом или снежком, можно будет получить приз. Порадует, я думаю, всех вновь ансамбль песни и танцы «Казачок». От хора ветеранов «Просторы игры» вместе с вокальным ансамблем «Купава» и другие коллективы, которые, я думаю, будут как нельзя кстати в этот праздник. Взятие снежного городка и сжигание чучела увидят посетители еще одной площадки. Самые широкие гуляния по традиции развернутся перед театром сургу с полудня до 16 часов. Самые смелые испытают себя в перетягивании каната и покорении столба. У гостей праздника будет возможность поучаствовать в конкурсе «Блинное селфи» или создать свой арт-объект. Все желающие смогут покататься на собачьих упряжках и посетить этнические площадки. Впервые в этом году мы запускаем площадку с народными играми именно сургутских старожилов. То есть мы специально изучали теоретически эту тему и теперь готовы представить результаты этого исследования. Все сургутяне смогут познакомиться с тем, как их далекие-далекие предки встречали весну, провожали зиму и вообще зимой веселились на открытом воздухе искренне, что называется. Продолжение следует...